Владимир Васильевич Пермяков был речником в пятом поколении, достойным представителем своей династии. Общий стаж работы его семьи превышает 600 лет. Его трудовой путь начался в 1941 году. 15-летним подростком Пермяков вместе с отцом на буксире поставлял в Сталинград бензин. После войны работал рулевым, штурманом и капитаном. В 1973-м стал заместителем начальника проходства, а затем возглавил «Волго-танкер». За время его руководства был построен микрорайон «Сухая Самарка», спортивный комплекс «Водник», спортивная площадка в районе речного вокзала. Вспоминает в кругу коллег друг Пермякова Александр Голдабин. Признается, первую встречу будет помнить всегда. Приходит дата с Владимиром Васильевичем ко мне в кабинет. Дата, статья, работают 3 или 4 дня. Говорит, так, ну, а у тебя курить есть? Я говорю, есть, я курю. Угостишь, я такой обалдевший, да, угостил. Сел, покури. Ну и что-то тут разговаривали, и так, так, так. И вот потом после этого, как бы так уже периодически он нырял, так сказать, покурить. Просто великолепный человек, с которым абсолютно приятно, легко работать. У отца Пермякова в трудовой книжке была всего лишь одна запись «Волго-танкер». Вспоминает историю семьи сын Евгений Владимирович. Он и инициировал установку памятника и работал совместно со скульптором. Место выбирали долго, в итоге решили, памятник должен стоять у входа в пароходство. Создавали композицию архитектор Дмитрий Храмов и скульптор Иван Мельников. Была интерпретация некого корабля, рассекающего волны, и с него смотрят герой. Ну, такой образ он родился в процессе работы, потому что он был капитаном все-таки, да, и его изобразил на капитанском мостике стоящем, ну, естественно. Ну, много, так сказать, идей, идею композиции скульптуры, но он внес сын Евгений Владимирович. Он, в общем-то, и хотел так вот видеть своего отца в такой позе. Особенно обязательно, чтобы была на нем не только китель, но и плащ. Плащ, который вот показывал вот эту стихию, волшебную стихию. По мнению родственников и коллег, образ из гранита и бронзы получился подстать капитану и директору, каким они его и помнят. Некоторые варианты, которые первоначально возникали, они просто не нравились. Это просто бюст вот на пятачке на набережной, который, это значит немножечко, ну, то есть не создавало композиции, не создавало ауры, не было вот влияния Волги, пароходства здесь все это. Все вместе, когда совпало, вот все это появилось. Поздравили горожан со знаменательным событием губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Я думаю, что главная память о Владимире Васильевича была бы в том, если бы мы восстановили действительно славу речного Самарского флота. Владимир Васильевич, кроме того, что выдающийся руководитель, еще, конечно, удивительный человек. Человек широкой души, человек, который любил жизнь, любил людей, любил спеть в хорошей компании. И память об этом человеке, она живет в моем сердце и поныне. Открывали памятник Владимиру Пермякову будущие речники, студенты-первокурсники Самарского филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...